Рома, ты помнишь, как я тебя учил кататься? И маленько, когда катишься, вперёд нагибайся, а назад только не отклоняйся, потому что назад ты отклонишься и будешь падать. Севастьян Шкляев с внуком сегодня первый раз в этом сезоне вышли на лёд. Теперь площадка для тренировок под боком. В прошлом году, чтобы покататься, нужно было проехать полгорода. Все жители желали, чтобы каток здесь был, потому что куда ещё, в центр ехать, дети малые. А здесь им удобно, и парк развлечения, тут есть горки всякие, машинки там наверху есть. И вообще тут весело стало, хорошо облагородили. Этот каток делают впервые по просьбе местных жителей. Из-за снегопада процесс затянулся, но уже скоро объект будет готов. Рядом строят раздевалку и прокат коньков. Но у некоторых жителей возник вопрос, насколько здесь будет безопасно. Рядом открытая вода. Ситуация на контроле спасателей. Ситуация представляется нам безопасной с точки зрения провала в подлёд. Мы замерили толщину, она составляет более 60 сантиметров. К организации подобных мероприятий существуют требования определенные. По нашей информации, организатор этого катка планирует выполнить требования, то есть там организуются спасательные посты, организуются контроль замеры толщины льда. Возмущение жителей вызвал запрет на катание со склонов на тюбингах. Раньше это было любимым развлечением местной детворы. Но организаторы настаивают, такие развлечения небезопасны. Альтернатива есть. Инфраструктура парка не предусматривает катание на тюбингах, потому что есть скамейки, есть освещение, опоры освещения. И, соответственно, люди могут получить травму. Есть в парке для этого всесезонная металлическая горка и горка для тюбингов. Открыть каток планируют на следующей неделе. Вход бесплатный. Работает площадка будет с утра до 10 часов вечера. Александр Демидов, Василий Хохряков. Новости. Закатать в лёд? Закатать в лёд людей.